Русские новости 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 Это лицензия не означает только для избранных, кому положено. Титова омбудсменом, такое коревое слово, защитником прав предпринимателей назначили. Вот у него своя партия есть, ему можно. И то можно только так поболтать где-то и поболтаться где-то рядом. Реально все эти зарегистрированные партии по так называемому новому законодательству партиями не являются, потому что по закону они таковыми быть и не могут. Посмотрите, в закон там формулировка о том, что такое партии, означает, что они лишь выражают некоторое общественное мнение. То есть к власти никакого отношения не имеют, бороться за власть не имеют права и так далее. То есть все это не партии, поэтому им и не предоставляют возможности участвовать в деле же власти. А предоставляют возможность только тем, кто допущен. Халуям разнообразным, типа Жириновского или типа Зюганова. Вот они выходят на выборы и морочат нам голову. Будь-то бы у нас есть многопартийность, а ее нету. Она предусмотрена в законодательстве, но ее реально нет. Вот это не партии. А те, кто допускают до выборов и те, кто сидит в парламентах, конечно, никакие это не партии. Никого они не представляют. Никакой идеологической доктрины, никакой идеологической ниши, никаких интересов какого-либо социального слоя. Ничего, ровным счетом они представляют все абсолютно. Все, кто последние десятилетия сидел в Государственной Думе, может быть, за исключением партии Родина, и то в некоторой ее части представляли только интересы вот этой кремляди, вот этой мерзкой группы воров и изменников. Мы, конечно, думаем о том, как нам на выборах президента все-таки прорваться, хотя бы для того, чтобы взмахнуть черно-золото-белым флагом и сказать, что существует еще русское движение, существует национал-патриоты, которые презирают как леваков с их красными идеями и поддержкой большевизма, так и либерастов, которые пытаются впихнуть в русскую действительность не ценности Запада, которые уже давно выродились, а ценности современной, расхристанной и совершенно бесстыдной масс-культуры. Больше они ни на что не способны сделать, как на Западе. А как на Западе, во-первых, они не представляют, а во-вторых, если и представляют, или вообще-то в любом случае, неважно представляют или нет, то пытаются втиснуть к нам то, что для нас абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемые аморальные ценности, в кавычках. Нет в этих ценностях никакой морали. В том числе и ту же самую многопартийность, которая, ну как им кажется, на Западе что-то решает. Ничего она не решает. Просто выделен некий сектор профессиональный, где профессиональные болтуны занимают какую-то нишу. А что-то изменить абсолютно невозможно. На грани уже полной катастрофы, как и Россия, находится Европа. Она просто заполняется другими народами. Ничего никто делать не собирается. Ну, раз так, значит, партии все эти просто абсолютно не нужны. А нам хотят сказать, ну нет, вот давайте мы этих заменим на другие. Но они точно такими же будут. Они точно так же будут холуйствовать перед ныне действующей властью. Так же будут обманывать избирателей. Мы тут провели обсуждение как раз предвыборной ситуации. Я заметил, что ведь у нас никакой ответственности за предвыборные программы нет, за публичные выступления политиков. Нет ровным счетом никакой ответственности. Нет состава преступления во лжи. То есть человек, выступая с некой предвыборной программой, ну например, Собянин выступал в своей программе кандидата в мэры, что он разрешит проблему гастарбайтеров. Он ее не разрешил, а усугубил. Есть у нас возможность подать на него в суд за обман избирателей? Нет. Нет такого в законодательстве. Путин где-то выступал с планом Путина. Якобы этот план был основой его предвыборной программы. На каких-то там выборах уже бесконечное количество прошло. Все искали, где план Путина и так и не нашли. И только сейчас проговорил Скудрин, что это оказывается стратегия 2020, которую он написал. Которая полностью провалилась, которая не имеет никакого отношения к жизни. И просто срисована с рекламных плакатов Запада. И на Западе уже этого нет. Нам морочат голову, пытаются втиснуть вот такие программы. Никакой ответственности. Ни у Путина, ни у Медведева, ни у всех, кого они там допустят до выборов, нет. Поэтому мне понравилось в нашем обсуждении мы провели такое открытое партийное заседание. Но не совсем открытое, полуоткрытое. Для тех, кому действительно интересно. Собрание активов партии Великой России в Москве. И там мне понравился очень лозунг, что мы за то, чтобы создать команду служения против команды стяжания. Вот если у нас не будет кандидата на выборах, который доказал своей жизнью, что он служит, а не обслуживает. И что его цель не стяжание, а польза, благо Отечества, то тогда на такие выборы ходить не надо. И не просто не надо ходить, а надо активно им противодействовать. Надо удерживать всех от участия в таких выборах. Но можем ли мы выдвинуть таких людей, людей служения? Да их очень много. Говорят, а кто вместо Путина? Да кто угодно. Я думаю, так минимум миллион человек легко справится не хуже Путина из тех, кто живет в России и имеет право избираться кандидатом в президенты. Из тех, кто выше, скажем, на голову по своей образованности, интеллекту, интуиции, опыту, я легко наберу человек 100, которые точно будут лучше Путина, Ельцина и лучше любого из тех, кто вокруг находится. Почему лучше? Как минимум это не изменники, а те, кто вокруг Путина, это одни изменники. Ну а Путин глава партии изменников. Не важно, как называется эта партия. Это партия ЛДПР или КПРФ или Справедливая Россия или Единая Россия. Все эти партии, это партии предателей. Мне особенно обидно за тех, кто называет себя коммунистами, хотя не выступает против частной собственности. Ходит в церковь и считает, что православная вера – это основа жизни его народа, русского народа. То есть тем самым люди уже приблизились к русскому национализму, но продолжают цепляться за символы, за своего Ленина, за своего Сталина, за большевистскую революцию, треклятую. Клевещут на Россию историческую, которая была до 1917 года, которая была разорена предшественниками нынешней партии КПРФ. Пытаются защищать КПСС, выставляют вперед победу в Великой Отечественной войне, которая достигнута была вопреки большевизму, вопреки коммунистической партии со всеми ее репрессивными органами, которые не прекращали действовать ни до войны, ни в течение войны, ни после войны. И надо выбросить, вырвать из головы вот эти вкрученные туда шурупы. И тогда вы из коммунистов станете нормальными русскими людьми, русскими националистами. Это нужно сделать, это неизбежность для того, чтобы человек из коммуниста стал нормальным русским человеком. Мы много чего обсуждали, мы пытались искать ответы на вопросы, которые уже освещены в наших программных документах, но нужно как-то доносить их до людей в каких-то коротких формулировках, в каких-то ярких фразах, примерах. И мы обсуждали эти вопросы с Иваном Атраковским, который не так давно объявил о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру кандидата в президенты. И он разумно рассудил, что действительно сейчас такой скепсис, что кто бы ни попытался выдвинуть свою кандидатуру, у всех усмешка на устах. Почему? Да вам просто не дадут. А у вас нет денег. Да разве же эта сволочь кремлевская вам уступит место в Кремле? Да нет, ни под каким видом. Но ведь это не означает, что нам нужно прекратить борьбу из-за того, что воры сейчас имеют силу, из-за того, что люди в погонах, полицейские и все приравненные к ним, нацгвардия, нацгады называли, украление карателей. И вот сейчас тоже таких нацгадов создали к национальной гвардии, конечно, и к нации. Какой нации? Ну, наверное, не нашей нации принадлежат вот эти люди, которые там служат. Может, там и есть хорошие люди, но служат они явно не России и явно не коренному русскому народу, коренному населению России. И вот эта усмешка, она на самом деле усмешка обреченных. Мы обречены снова получить Путина в качестве президента. Ну, почти что да. При таких настроениях, когда мы заранее капитулировали, когда мы не хотим ни в чем участвовать. Просто не потому, что у нас силенок мало, а просто потому, что не хотим, потому что мы разуверились во всем, потому что Россия уже погибла, ее уже не существует, русских уже нет. Ну, знаете, русские рождаются каждый день. Хотя люди, которые их производят на свет, по мировоззрению, будут абсолютно нерусскими. Русская кровь все равно остается. И поэтому остается надежда, что в следующих поколениях вот этот обморок 20 века наконец пройдет. И люди посмотрят на свою жизнь ясным взором без вот этой пудры, которая засыпала им глаза. Идеологический пудр, я имею в виду. И я надеюсь, что в новых поколениях, вот среди молодых людей, ни коммунизм, ни либерализм никогда не будет пользоваться никакой популярностью. А Путина будут просто считать какой-то шавкой, которая пришла вот в посткосмоммунистическое время и восстановила очень многое из того, что было у нас перед крахом СССР. То есть подготовил фактически очередное расчленение России. Второе. Я думаю, что они на втором не остановятся, будут уничтожать до конца. Поэтому перед нами стоит очень простая задача. Или сдохнуть, или эту власть изменить и сделать ее другой. Сделать ее русской. Создать русское национальное государство. Не означает это, что надо там всех остальных как-то раздавить, разогнать. Но русских в Российской Федерации по культуре примерно 90%. Конечно, это вот те, кто говорит, я русский по духу, а все остальные бог знает кто. Я там армянин по крови, но русский по духу. И так вот возвышаться над теми, кто не сует в глаза другим свою русскость, а является русским по крови и русским по духу просто по жизни. Конечно, таких людей надо немножко осаживать и говорить, ты вообще чем доказал, что ты русский по духу? Что ты по-русски говоришь? А если для тебя русское национальное государство это фашизм, ну тогда ты просто нервусь. Просто нервусь. Мы прекрасно знаем, что у каждого государства должно быть собственное лицо. У России лицо русское. Дух русский. Культура русская. Армия русская. Все русское. Все то, что было создано в истории, все абсолютно русское. Участвовали другие народы в создании русского государства? Участвовали. Конечно, участвовали. Только не народы, а отдельные представители. Отдельные представители участвовали в том, чтобы сопротивляться формированию русского государства и формированию вот этой великой исторической сущности, от которой мы пока еще питаемся, но все время отворачиваем свое рыло. Это уже действительно не лицо, это уже рыло, которое отворачиваем и говорим, не, что-то это не то, давайте нам чего-нибудь другого. Ну вот вам дали другого. Вам дали коммунизма пожрать так вдоволь. Вам дали либерализма. Ну пора уже как-то одуматься и перейти к русским национальным ценностям и понять, что Россия может быть только русской. Вот насколько она русская, настолько она и Россия. А если она не русская, ну значит она и не Россия. Вот то, что сидит у нас в Кремле, вот эти все чиновники, судьи, полицейские, это все не Россия. Это все анти-Россия. Русские во власти не представлены вообще, никак не представлены. Ни одного человека, которого можно было бы назвать русским, в нынешней власти сегодня нет. Они говорят по-русски, не более того. Но они издеваются над русским народом, они издеваются над Россией. Поэтому наша задача действительно собрать вот эту команду служения, в которой любой может быть президентом России. Любой. Я вам скажу, что действительно десятки людей можно собрать вместе, если они готовы к тому, что не только лично они, вот кто-то, каждый станет кандидатом в президенты, а то, что любой может, и взвесив все за и против, кого-то одного такие выдвинут, признавая, что все достойны. И только первый среди равных может быть кандидатом от национально-патриотических сил. Дальше, конечно, возникают технические вопросы. Достойному человеку нужно какое-то обучение, чтобы он выглядел, по крайней мере, не хуже этих болтунов, которые уже наработали определенные умения охмурять граждан. Они себе биографии подчистили. Ну, у Путина вот нет биографии. Почему? Потому что ее просто стерли, уничтожили. Там биография мерзостная, отвратительная. Когда-нибудь все это раскопают, все это, когда мы выйдем наружу, увидим, какой отвратительной личностью был этот несчастный человек, которого Березовский и уголовники, плюс уголовники представили Ельцину. И вот его уголовно-габийское прошлое, это, конечно, что-то такое совершенно отвратительное. А есть люди с чистой, открытой биографией, которые всегда служили России. И вот таких людей можно собрать в группу, потом пусть эта группа сама решит, кто будет кандидатом в президенты от национал-патриотов. А это будет единственный кандидат, за которого стоит идти голосовать. Если его не регистрируют, то мы все должны хором организовать активный бойкот. И не признать результаты выборов, как бы их там не рекламировали, как законные, и как бы нам не рассказывали, как высока была явка. Все это вранье. Лжецам, ворам и изменникам верить нельзя. И правильно сказал Иван Тарковский, дело не в том, что коррупция, а дело в том, что измена. Поэтому какого-то там Навального, профессионального блогера, слушать не надо. Это человек абсолютно безответственный. У него нет вот этой кристально чистой биографии служения Отечеству. У него есть только политтехнологии. Его выбрали по экстерьеру, по способности разболтаться. Поэтому он вот все, вся его программа. Мы здесь власть. И давайте одних коррупционеров заменим на других. Каких? Да, вон вот среди либералов полно, желающих заместить те же места, которые кто-то уже в правительстве занял. Вот Кудрин готов, Греф готов. Они уже бывали там, они уже знают, что почем. Они имеют опыт, да, такие вот опытные воры и изменники. Дело не в коррупции, а в измене. Коррупционер становится изменником. Чиновник, который замешан в коррупции, это изменник. Ну, какой бы он ни был, маленький чиновник, большой чиновник, он совершает преступления против государственного порядка управления. Ну, так же, как и все судьи. Вы ссылаетесь на Конституцию, а судья воротит нос и даже не замечает того, что нарушает эту Конституцию. Ну, в общем-то, единственную опору, которая вообще осталась в законодательстве Российской Федерации. Ну, нет ничего более, потому что законы абсолютно все направлены против граждан. Ты ссылаешься на Конституцию, а тебе говорят, у нас есть закон. Ну, подождите, из Конституции и закона вы что выбираете? Граждане-судьи, граждане хорошие, все остальные граждане, оказывается, они выбирают даже не закон, потому что полицейские, полицайи на закон не ссылаются. Они ссылаются, и то, если только им заблагорассудится на что-то сослаться, на приказ, на приказ, а не на закон. Они законов вообще не знают, и эти законы их не интересуют. Поэтому в Москве, например, просто взяли и ввели антиконституционное чрезвычайное положение. В законе ничего подобного нет, а не ввели. Ввели указом. На основе чего написан указ? Да ничего. На основе произвола вот этой шайки Путина and company. Наше обсуждение пришло к выводу, что действительно надо собирать такую команду, команду служения. Она может быть достаточно компактной, человек 15, но вместе с теми, кто участвует в поддержке этой команды, раскрутке ее, это может быть несколько сотен человек. И очень важно, чтобы появилась поддержка в регионах, которая позволяла бы транслировать те утверждения, те заявления, которые будут следовать от этой команды служения, и в дальнейшем провести успешную избирательную кампанию. Шансы есть, потому что Россия находится в состоянии катастрофы, и это всем ясно абсолютно. Всем, кто вообще элементарно может анализировать ситуацию, как врагам русского народа, так и самим русским людям. Но просто элементарным мыслящим. Катастрофа, полная катастрофа. Исчезновение рабочих мест, остановка производства, рассасывание финансов, они тотально похищаются. И я в очередной передаче об этом скажу. И политический распад, потому что действительно страна подготовлена к уничтожению, к расчленению по стандартам, которые были задействованы в СССР. Там никакие не демократы все это расчленяли, даже не активисты, компартии, какая-нибудь там демплатформа. Это была совершенно невлиятельная, никому не нужная структура. Там межрегиональная группа, которая на себя оттянула все внимание публики. Нет, там был внутренний процесс, все это подготовили и организовали. И Горбачев, и Ельцин к этому причастны. Они все виновники в этом государственном преступлении. Ну и те, кто не попытался никак за все эти годы компенсировать нанесенный вред, создать какие-то правовые основы для воссоединения страны. Те соучастники преступления. Путин лично соучастник этого преступления. Он воссоздал в Российской Федерации именно федеративную конструкцию, которая ведет к расчленению, так же как СССР, как союзное государство, был подвержен этой болезни сепаратизма. Сейчас сепаратизма полно. Готовы к отделению от России чечены, которые создали, фактически опутали страну криминальными структурами. Якуты, которые присвоили себе алмазные месторождения только себе, больше никому. Ну я имею ввиду Якутию, конечно. Но там по этническому признаку все происходит. Там русским нельзя ходить в тайгу, потому что пристрелят ибо тайга чья? Якутская. С какой стати? Русские там появились раньше якутов. А кого это интересует? Это никого не интересует, потому что отдали Якутию якутам. Назвали огромную территорию в несколько европейских государств Якутия. И отдали почему-то якутам якутской преступной группировки. В Чечне чеченской преступной группировке. В Татарстане татарской преступной группировке. Не всем татарам, не всем якутам, не всем чеченцам, а именно преступной группировке, которые еще позволены создавать свои структуры всюду по стране, всюду по городам и весям, в том числе и русским. Везде присутствуют вот эти преступные группировки, образованные на этническом принципе. Они существуют и в правоохранительных органах, потому что продают должности, вокруг этих должностей собираются другие должности, которые тоже продаются своим, своим по дешевке, а чужие, наверное, не смогут проникнуть в эту систему, поэтому этнические кланы есть везде. Этнические кланы и кланы разнообразных меньшинств. Они могут быть этническими, они могут быть неэтническими, они могут быть сексуальными, они могут быть связанными с какой-то диверсионно-подрывной деятельностью против Российской Федерации, а других там нет. Кто вне этих групп, тот не имеет никакой поддержки, и тому разве что технические должности в правительстве или в каких-то правительственных структурах доступны. Все остальное нет, все остальное распределено среди меньшинств. Поэтому русская национальная революция не в форме, конечно, беготни там с берданками вокруг Зимнего дворца, а в форме перестройки государства, совершенно иную форму в русскую национальную, абсолютно необходима. Меньшинства должны занять свое место, им должно быть гарантировано, что они не будут подвержены дискриминации по признаку этих меньшинств. Ну, некоторые меньшинства надо дискриминировать, сексуальные меньшинства должны отправиться туда, где, в общем, им место, в места серьезно отдаленные, на лесоповал, где их трудотерапии будут приучать к нормальному образу жизни. Остальные, да, меньшинства всякие связанные с государственной изменой, конечно, нужно отправлять туда же. А, в общем-то, это очень часто одно и то же. А этнические меньшинства, этнические группировки во власти должны быть просто уничтожены, совершившие преступления против государственного управления, истреблены с помощью правоохранительной системы и закона. Остальные отправлены на родину работать, создавать материальный продукт и обслуживать, обеспечивать свою собственную жизнь, жизнь окружающих. Все тоже своего рода терапия, но только не на крайнем севере и в местах, где людям жить тяжело, а там, где их родственники, к отеческим гробам, вот туда. Русское национальное государство, оно не будет репрессивным против каких-либо других народов, напротив, оно будет стремиться к тому, чтобы воссоединиться с теми территориями, которые были завоеваны той царской Россией, о которой с пренебрежением говорят всякие недоумки, недоучки, которые, по сути дела, в силу своей убогости, своего кретинизма, являются русофобами. Меня это очень удивляет, что количество русофобов в России оказывается огромным, просто огромным. Это не только эти правительственные негодяи, которые поумнее часто не высказываются, а вот просто среди людей, обычных русофобов, просто пруд пруди, со всеми этими коммунистическими, социалистическими, либералистическими, закидонами. Вот эти люди очень часто высказываются русофобами, как самые настоящие русофобы. Вот точно, в точности, наравне с теми, которых определял и Тютчев, он ввел этот термин русофобы, он видел их вокруг себя, когда служил за рубежом представителем России по дипломатическому ведомству. Вот сейчас мы таких людей видим здесь, которые нажрались идеологического дерьма, извините. И теперь стали русофобами, поэтому клевещут на государя и императоров, на царскую Россию, рассказывают всякие байки о крепостном праве, которые не имеют никакого отношения к реальной истории. Придумывают историю Руси, которой никогда не было, какая-то там дохристианская Руси, они якобы об этом что-то знают, не знают ничего. Просто невежды и тупицы, не хотят быть русскими. Ну не хотят не надо, казаки некоторые говорят, а я не русский, я казак. Ну тогда Христо ради, ступай от нас прочь, мы русские, а вы кто? Вы не кто тогда для нас, просто чужие. Ну хотите, обнимайтесь с кавказцами, с неграми, с кем угодно, но вы не наши. Раз вы говорите, я не русский, ну раз ты не русский, что-то какие-то взятки, гладки, то ты просто не наш, вот и все. Ну это, конечно, беда, и я надеюсь, что в следующих поколениях, в том числе и у всех казаков, все казаки будут считать себя прежде всего русскими, а потом уж казаками, а не наоборот. Если наоборот, ну это примерно когда люди считают себя сначала коммунистом, а потом русским. Это гибель интеллекта, гибель вообще всякой нравственности и превращение в русофоба. Вот хотел бы пожелать на прощание в этой передаче русским людям не быть русофобами, а вставать в ряды русского движения, посильно помогать ему, чем можете, чем можете. Ну нас не так много осталось, потому что побиты репрессиями наши ряды и ослабли от того, что существенной поддержки мы не видим ни от кого. У нас нет никаких спонсоров, ни крупных, ни маленьких, никаких. Мы собираем в своей среде какие-то очень небольшие средства на публичные мероприятия, на ведение своей деятельности. Нет у нас этих спонсоров. Но если русский народ не будет спонсором русского движения, тогда он будет среди рабов. И много таких народов, которые сначала становились рабами, может быть, первоначально героически сопротивлялись, потом становились рабами, потом исчезали. Их место занимали какие-то другие народы. Если вы готовы к тому, чтобы ваш народ исчез, ну тогда живите, как живете. Если хотите, чтобы следующее поколение русских продолжали жить как суверенные нации, восстановили бы свой контроль над Россией, тогда ваше место в русском движении. Слава России!